Между множествами могут устанавливаться различные отношения. Рассмотрим два множества. Первый, второй и третий гимнасты являются элементами множества А. Гимнастические снаряды — элементы множества Б. Пусть элементам множества А соответствуют указанные стрелками элементы множества Б. Первому гимнасту соответствует брусья, второму — перекладина, третьему — конь. С помощью стрелок между множествами А и Б установлено соответствие. Его можно задать парами. На первом месте каждой пары элемент множества А, на втором — соответствующий элемент множества Б. Установим между этими множествами другое соответствие. Теперь первому гимнасту соответствует перекладина, второму — конь, третьему — брусья. Между множествами можно устанавливать различные соответствия. Их обозначают малыми латинскими буквами. Ф, Ж, Н и так далее. В этом примере каждому элементу множества А соответствует только один элемент множества Б. Рассмотрим эти два множества. Здесь в множестве А одному из элементов нет соответствующего. На соревнованиях первый гимнаст занял призовые места на трех снарядах, а два других получили по одному призу. Этому элементу множества А соответствует три элемента множества Б. Поставим в соответствии каждой из фигур число квадратов, содержащихся в ней. Соответствие между множествами Х и У, при котором каждому элементу множества Х соответствует один и только один элемент множества У, называется функцией. В этом случае от каждого элемента множества Х отходит одна стрелка. То есть первые элементы пар различны. здесь множество Х содержит элемент, которому соответствует два элемента множества У. Среди первых элементов пар есть одинаковые. Данное соответствие не является функцией. В этом примере последнему элементу нет соответствующего. Это также не функция. Каждому числу из множества Х поставим в соответствии разность его первой и последней цифр. Здесь каждому элементу множества Х соответствует один и только один элемент множества У. От каждого элемента множества Х отходит только одна стрелка. Первые элементы пар различны. Это функция. Множество Х называется областью определения функции. Множество У называется множеством значений функции. Еще один пример. Поставим в соответствии каждому числу из множества Х его последнюю цифру. Это соответствие функции. Множество Х областью определения функции. Множество У множество значений функции. В случае конечных множеств пары соответствующих элементов удобно располагать по столбцам таблицы. Эта таблица задает функцию. А эта таблица функцию не задает. Задание функции с помощью таблиц широко применяется в практике. Использование таблиц облегчает расчеты при конструировании всевозможных механизмов и машин, а также при разработке технологических процессов. Пусть функция задана таблицей. Поставим на координатной плоскости точки, абсцессы которых первые числа пар, а ординаты вторые. Множество построенных точек называют графиком функции. График задает функцию, если он не содержит точек с одинаковыми абсциссами. Этот график задает функцию. Он состоит из отдельных точек, абсцессы которых различны. А этот график содержит точки с одинаковыми абсциссами. Он функцию не задает. График движения катера задает функцию. По графику можно определить расстояние катера от берега в данный момент. Через 20 минут катер находился в 4 километрах от берега. Это график зависимости расхода энергии от скорости ходьбы. Данное соответствие — функция. Задание функции графиком широко применяется в практике. Многие современные приборы автоматически строят графики различных процессов с помощью самописцев или на экране осциллографа. Рассмотрим способ задания функции формулой. Зададим множество значений переменной x. Вычислим для каждого значения переменной x соответствующее значение переменной y по данной формуле. С помощью формулы между множествами x и y установлено соответствие. Это соответствие является функцией, так как каждому значению элемента множества x соответствует единственный элемент множества y. Стоимость карандашей пропорциональна их числу. Цена карандаша здесь постоянно. К — коэффициент пропорциональности. Построим график этой зависимости. Стоимость одного карандаша равна его цене. С увеличением числа карандашей в несколько раз стоимость их увеличивается во столько же раз. График состоит из отдельных точек. График состоит из отдельных точек. Построим график функции y равен kx при коэффициенте пропорциональности равном половине. Для этого составим таблицу. Построим на координатной плоскости соответствующие точки. Можно проверить, что эти точки лежат на одной прямой. Если построить точки для всех возможных значений x, то получим прямую, проходящую через начало координат. Так выглядит этот график на множестве всех чисел. График на множестве положительных чисел. На множестве отрицательных чисел. На заданном числовом промежутке. На множестве, состоящем из нескольких чисел. График функции y равен kx, заданной на множестве всех чисел, как и всякую прямую, можно построить по двум точкам. Одна из них — начало координат. При x равном единице y равен коэффициенту пропорциональности. Проведем прямую через эти точки. График построен. При положительном значении коэффициента k прямая расположена в первом и третьем координатных углах. При абсциссии равной единице ордината равна коэффициенту пропорциональности. При положительном значении k с возрастанием переменной x переменная y возрастает. При отрицательном значении k график расположен во втором и четвертом координатных углах. с возрастанием переменной x переменная y убывает. Графики прямой пропорциональности используются в практике. Например, по этому графику можно рассчитать конечную скорость ракеты при различном топливе. Зависимость времени от скорости при постоянном расстоянии является обратной пропорциональностью. с увеличением скорости в несколько раз время уменьшается во столько же раз. Мы получили график данной зависимости. Построим график этой функции на множестве всех отличных от нуля чисел. Сначала составим таблицу для некоторых положительных значений x. Эти точки намечают кривую, являющуюся графиком данной функции при всех положительных значениях x. Изменив знаки всех значений x в таблице, вычислим соответствующие значения y и построим точки. Они намечают вторую часть кривой, симметричную первой относительно начала координат. Эта кривая называется гиперболой. При отрицательном k гипербола расположена иначе. При положительном значении k гипербола расположена в первом и третьем координатных углах. При отрицательном значении k гипербола расположена во втором и четвертом координатных углах. Так выглядит график обратной пропорциональности на множестве положительных чисел, на множестве отрицательных чисел, на множестве, состоящем из нескольких чисел. Обратная пропорциональность часто встречающийся вид функции. Например, давление на грунт обратно пропорционально площади опоры. Поэтому, чтобы не завязнуть в топком месте, прокладывают доску. Давление уменьшается во столько раз, во сколько площадь доски больше площади ступни. Колеса машины заменяют гусеницами. Прямая и обратная пропорциональность ключ ко многим законам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok